Веды говорят, что в сердце человека живут все его близкие. Хотим мы этого или не хотим, наши близкие живут в корне нашего существования. Часто мы этого не понимаем, но когда близкий человек оставляет тело, уходит из жизни, я вот это слово не говорю, умирает, потому что оно пошлое, что такого события на самом деле не происходит. Я могу свидетельствовать этот момент, потому что я изучаю тонкое тело, я как бы работаю, всю жизнь лечу, диагностику провожу, тестирую, многим покажется это шарлатанством. Не важно. Важно то, что я говорю как свидетель, что вы можете верить или не верить, что несколько раз я видел, как тонкое тело выходит из грубого тела и появляется снаружи. Я разок видел это прямо у своего близкого человека, когда он на моих глазах оставил тело. Я исследовал этот момент и увидел, что он не умер, он остался жив, но вне тела, оказался вне тела. Если вы проанализируете свои чувства по отношению к родственникам, которые ушли, то вы заметите, что если человека нет, человека нет, что должно возникнуть? Пустота. Нет и нет. Значит, нет. Как это проверить, что пустота? Есть люди, которые испытали пустоту. Смотрите, когда ты бросаешь близкого человека, ушел от него, когда ты бросил его, рубанул отношения, разрубил ради наслаждения другим человеком, с этим уже не наслаждает. Что в сердце возникает? Холод. И тебе уже до этого человека далеко до свидания. Тот как бы с тобой связан, и он постоянно скучает. Он ждет. Два-три года он в стрессе живет, ждет. А этот уже забыл, все. Холод. Сердце обрезано. Понимаете? Пустота. Но близкий человек уходит из жизни. Холод возникает, нет? Нет. А что возникает? Разлука. Разлука означает есть, а не можешь взять. Если у нас разлука есть с Марсом, и снится нам не рок от космодрома. У нас разлука с Землей может быть, да? Если мы туда полетели из-за какой-то дури. Вот. С Землей может быть разлука. А вот с Марсом нет. Потому что для нас его не существует. Нет чувства боли, да? От Марса нет чувства боли. А близкий человек ушел, чувство боли есть. Почему оно есть-то? А потому что связь остается. Она никуда не делась. Я исследовал эту связь, и оказалось, что одни люди чувствуют счастье от того человека, который ушел. Веды говорят, что этот человек ушел на высшие планеты. Другие чувствуют очень сильное такое интенсивное чувство, что он рядом. Значит, он родится где-то в этом мире, где мы живем. А третий чувствует камень на сердце, когда человек уходит. Как будто тянет вниз их. Вот так. И трагедия возникает, такое чувство, что надо что-то делать для него. Это значит, что он пошел вниз страдать, на низшие планеты. В христианстве говорится, в ад. Ведок говорит, на низшие планеты. Во всех священных писаниях есть указания на эти вещи. мусульманских, в индуистских, в едуистских, и так далее. Всех есть низшие планеты, есть высшие, есть наш уровень жизни. Итак, смотрите, смерти нет. человек в тонком теле, то есть психика человека ушла куда-то, психическая структура ушла от человека. Но почему мы так сильно страдаем? Ведь раньше мы не страдали. Он жил рядом с нами. И все было нормально, не было проблем. А потом ушел, и сразу так в сердце. Я когда анализировал эту ситуацию, много людей опросил, оказалось, что большинство людей считают, что они не отдали свой долг этому человеку, поэтому им больно. Слишком рано он ушел, они не успели ему отдать свой долг. Так мы и не отдаем свой долг, мои хорошие. Ведь отдавать долг означает внутренние отношения устанавливать, а не наружные. Просто бла-бла делать с другим человеком, это долг не отдаешь. Если в сердце отношения находятся, тогда значит сердцем и надо жить. Но вот мы сердцем не живем. Мы смотрим фильмы, читаем газеты, книги, это не жизнь сердцем. Это наружная жизнь. Мы ищем счастье во внешних событиях. Жизнь сердцем означает садиться, читать молитву. Вот туда вот увести свой разговор. Разговор внутри себя делать. Со своей совестью, со своей жизнью, со своим отношением к близким людям. Допустим, закрываем глазки и смотрим внутрь себя. Вспоминаем близкого человека. Как я к нему отношусь? Кто-то чувствует боль, кто-то чувствует, вообще не помнит близкого человека. Хочет его вспомнить, не может. Кто-то чувствует счастье, разные ощущения есть. У нас, оказывается, там есть чувства по отношению к близкому человеку. Вот там он и живет, в глубине сердца близкого человека.